День Победы, кроме привычных площадок, будет работать еще одна. Перед зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте пройдет демонстрация автомобилей времен Второй мировой, знакомых только по кадрам кинохроники. Количество автомобилей модели пока держат в секрете. Ну и для создания атмосферы будет необычное звуковое сопровождение всего праздника. Начиная с 16 часов звучать музыка. Музыка необычная, а эта музыка подобрана специалистами нотного отдела РНБ. Это пластинки, музыка с настоящих патефонных пластинок, с шипением. То есть это те песни, танго и так далее, которые звучали во время войны. Библиотека впервые открывает свои архивы для всех желающих. Каждому пришедшему на праздник вручат копию раритетного выпуска газеты «Смена». Вышедшего в среду, 9 мая 1945 года. К этому дню напечатано 2000 экземпляров на первой странице издания акта о полной капитуляции германской армии. Увидеть можно будет и выпуск «Ленинградской правды» за 22 июня 1941 года. И что удивительно, в номере нет ни слова о начале войны. Это диктант 1943 года. Всего въехали немцы. Пионерка Галя в первый раз увидела их. Рыжий, худощавый немец. Ну и так далее. То есть пишется некий негатив о том немце, что он совершал. Девочка спрятала красный галстук себе за пазуху, бежала в лес, а потом гордилась. Вот эти две газеты. Просто были выброшены две пачки газет 70-х годов. И вот в двух пачках газет, перевязанных, в период ремонта кем-то, были найдены вот эти две газеты. 22 июня и газеты прорыва УАКА Доленинграда. Ну и кроме этого, на площади установят большой фронтовой самовар. Можно будет выпить горячего чая. Праздник у Российской национальной библиотеки начнется в 18 часов вечера.